Непосвященному человеку может показаться, что это тот же скейт. По внешним признакам так и есть, но технически роликовая доска, она же лонгборд, отличается размерами деки и колес, которые помогают разгоняться в разы быстрее и развивать просто невероятную скорость. Первые лонгборды появились в 50-х годах. Тогда серферы нашли новое развлечение – катание на досках по асфальту. Сегодня лонгборд – это адреналиновый вид спорта и средство передвижения. На нем ездят на работу и учебу, да и просто катаются в свое удовольствие на запредельной скорости. У Ярослава и Димы любовь к лонгборду началась с первого катания, хотя до этого были скейт и серф. Меня друг, который подсадил уже на скейт, вытянул покататься вместе с ним и друзьями на лонгах. Вот этот стиль, способ жизни с новым вдохом влетел в меня, и вот с тех пор я уже не могу без досок, на самом деле. Вау, это как корабль. Это реально как корабль, потому что ты не чувствуешь таксих неревностей, твоя швидкость не обмеживается десятьма километрами на годину. А ты можешь валить 60, можешь валить 70, типа, ну, на сколько вистачает тебе скейла. И с того момента, буквально, там, не знаю, пару месяцев, у меня уже был первый свинькомплит, и я уже так не особливо ставал на скейт. Занятие лонгбордингом стоит начинать с выбора шей по деке, то есть формы доски. От нее зависят комфорт, скорость и стоимость самого лонгборда. Цены варьируются от 800 гривен и до 10 тысяч. Если захотите кататься уже более профессионально, придется определиться с категорией. Райдеры катают в трех дисциплинах. Даунхилл – это скоростные спуски. Последний скоростной рекорд составил 146,73 км в час. Это прикольно, когда ты вавишь там 40-50 км на час, и ты можешь просто... Бачишь машину, бачишь людей, ты соби просто вальнув стендап, стоячий слайд, загальмував. Я в основном по фрирайду. Также даунхилл, но там выше, чем 73 км, 76 я не разгонялся. Вторая дисциплина – дэнсинг. Танцы на доске. И третья – фристайл. Трюки по скейтбордическому типажу. Что меня сильно заинтересовало – это дэнсинг. По факту дэнсинг – это то, как ты себя чувствуешь, так ты и передвигаешься на доске. Ты просто комбинируешь всякие движения и стараешься соответствовать такту музыки. Главная сложность в катании на лонгборде – это страх. Преодолеть его не в силах даже профессионалы. Самое первое, что достаточно сложное психологически может тиснуть на тебя – это пагорбы. И с самого начала сложнее было то, как загальмувать, как остановиться. И одновременно эта вся швидкость тебя захопливала. Многие скейтеры называли лонгбордистов сумасшедшими и искренне не понимали, как можно получать удовольствие от езды на таких снарядах. Но кого останавливало чьё-то непонимание при наличии огромного желания? Главное – не повторять увиденное в одиночку, без соответствующей подготовки. Уметь контролировать скорость, а также осваивать технику катания и падений с профессионалами. Мы пытаемся проводить занятия на разных местах, чтобы показать людям, где есть чудовые пагорбы, где есть хорошие делянки, на которых можно потанцевать, где есть хорошая плитка, чтобы постребать. Сейчас есть одна лонгборд-школа, и она так и называется – Лонгборд-скул Киев. Современный лонгбординг – это мировое комьюнити, которое катает в своё удовольствие по крутым серпантинам, снимает топовые видеоролики и превращает этот вид спорта в адреналиновый стиль жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова